В эфире программа «Слово Церкви» и с вами я, руководитель миссионерского отдела Курской епархии, протерей Тигриха Чатыряна. Мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. «Батюшка, я только начала воцерковляться. Читаю Евангелие. Многое непонятно, почему в этой книге нет русских имен, а только еврейские. Чем Евангелие отличается от Библии?» Наталья Иваниченкова. Наталья, вы задали один большой, объемный вопрос. В этом вопросе есть ряд важных подвопросов. Я отвечу на них последовательно. Во-первых, будьте готовы к тому, что действительно очень многое. Из-за того, что вы впервые встречаете в Священном Писании, для вас будет непонятно. В этом нет ничего удивительного. Потому что, когда современный светский человек, чаще всего мыслящий так вот секулярными, то есть такими обмерщенными категориями, пока еще немного далекий от многих каких-то евангельских идей, от каких-то ощущений, переживаний духовных, берет в руки Священную Книгу, то действительно очень часто это вызывает различные противоречивые мысли. И, кстати, одним из таких людей в истории церкви был Блаженный Августин, который первоначально, после получения великолепного образования, взяв в руки Евангелие, как бы даже немного расстроился, был разочарован. Какой-то вот, как ему показалось вначале, бедностью языка, стиля, особенностью изложения, какими-то вот историями. Да, действительно, внешнее Евангелие выглядит написанными в жанре греческой или иудейской биографии простого человека. Кстати говоря, по поводу имен. Нет ничего удивительного, что там нет русских имен, потому что в тот момент, когда Евангелие проповедовалось или уже фиксировалось на пергамени, на всевозможных носителях, которые имели хождение в то время, пергамент, кожа и так далее, ну вот славянам никто не проповедовал, и, скажем так, даже такого понятия, как русский, тогда просто не было. Как нам известно, впервые славяне стали обращаться в христианство после начала экономических взаимоотношений в рамках тех греческих колоний, которые открывались вот в Черноморском бассейне. То есть, самые первые упоминания с точки археологов – это V, VI, VII века, а дальше больше, но не раньше. Ну, есть даже отдельные такие вот гипотезы относительно I-II века, но это именно гипотезы, пока еще только официально не доказанные. А Евангелие, евангельские события происходили в Иудее, Палестине, в Израиле, происходили они с людьми, которые действительно имели еврейскую национальность. Хотя, как мы видим из Святого Евангелия, там упоминаются не только евреи, там упоминаются такие люди, как Понтий, Пилат, Капернаумский, Сотники, и многие другие, так называемые язычники или римляне, которые также являются персонажами библейской истории. Само слово «евангелие», о котором вы спрашиваете, в переводе с греческого означает «благую весть». Вообще. И в этом смысле вся Библия есть, по сути, Евангелие в широком смысле. Но в более узком, техническом смысле, Евангелиями называются первые четыре книги Нового Завета. Библия, как большая книга, а Библия переводится с греческого языка, как слово «книга» во множественном числе. «Библос» – это одна книга, а Библия – та Библия. С артиклем – это множественное число. То есть книги или собрание книг. Это собрание книг поделено на две основные части. Это книги Ветхого Завета, в их 39, книги Нового Завета. Их 27. Вот первые четыре книги Нового Завета называются «Евангелиями». Это «Евангелие от Матфея», «Марка», «Луки», «Иоанна». Вот с этих «Евангелий» и нужно начинать свое знакомство со священными текстами христианской церкви всех христиан. То есть рекомендую вам начать не с первого «Евангелия», «Евангелие от Матфея», а со второго «Евангелие от Марк». Оно самое короткое, состоит всего лишь из 16 глав, очень легко читается. И именно с него чаще всего отцы церкви и священники рекомендуют начинать свое знакомство со священными текстами, с Библией и с Новым Заветом. Читайте «Евангелие» не просто как книжку о событиях того времени, а как Слово Божие сегодня и сейчас, в момент чтения, обращенное к вашему сердцу. Тогда, поверьте, вам очень многое откроется. И, конечно же, перед началом чтения помолитесь Богу, попросите, чтобы Господь открыл очи вашего сердца духовного, для того, чтобы вы могли уразуметь те важные сокровенные истины, которые многим и не сразу открываются. Они открываются по мере роста духовной жизни. И, читая дальше «Евангелие», посещая храм, исповедусь и причащаясь, вы со временем будете открывать для себя такие удивительные пласты христианской духовности, о которых вы не могли бы мечтать в самом начале. Но только потом, позже, когда это начнет приходить, вы поймете, почему вот сегодня в этой передаче я вам об этом говорил. Почему это приходит со временем? Почему не сразу? Почему иногда некоторые вещи являются соблазнительными? Какая-то простота и внешняя безыскусность текста, какие-то простые истории, а иногда и слишком даже замысловатые ответы спасителей, как некоторым кажется. Иногда даже какая-то несправедливость, которую мы, как нам кажется, встречаем в ответах Христа на вопросы книжников, фарисеев и саддукеев. На самом деле, именно участие в церковном богослужении, регулярные исповеди, причащения помогут вам проникнуть глубоко в смысл Писания и пережить его, как обращенное к вам Слово Божие. А есть одно известное правило Шестого Вселенского Собора, которое прямо говорит о том, что книги из Священного Писания не должны столковывать без помощи и согласия Церкви. То есть, Священное Писание нужно истолковывать согласно церковной традиции, согласно уставу, установлению и комментариям святых отцов, их толкованию. Потому что, если мы начнем читать Евангелие и понимать его, истолковать так, как нам кажется, вот в первичный момент нашего чтения, то, простите, появятся десятки, сотни тысяч сект, каждый из которых будет связан с конкретным человеком, который открыл, прочитал Писание, и ему неожиданно показалось, что именно вот этот текст, который он сейчас читает, является самым главным в Священной Писании. Ну, например, я вам приведу очень простой пример, наглядный, чтобы был ясно, о чем разговор. Вот открывайте вы Евангелие от Матфея, 10 главу, там, кажется, 41, 42, 40 стих, и там есть такие слова примерно, что Господь говорит, «Я пришел разделить отца с матерью, невестку со свекровью, я не мир пришел принести, но меч, и вообще враги человеку домашнего». Я не совсем в строгое последовательности эти тексты привел, но если вы их прочитаете вот в последовательности, они начинают с слова «не мир я принес, но меч» и так далее, то вообще может показаться, что Христос – это далеко не какой-то там миротворец, и вообще вот далеко не тот, за которым мы его, наверное, принимаем, а это тот, который принес вообще принести вражду, тот, кто пришел поссорить людей между собой, тот, кто пришел вообще вот людей разделить между собой, и вообще, что это за Евангелие такое, которое построено на том, что надо людей разделить, надо людей поссорить, надо людей вот как-то разобщить между собой. На самом деле вот эти слова-то нужно читать строго в контексте, в контексте, согласно которому приход Иисуса Христа в мир, есть появление света в темном царстве сатаны, и одни люди последуют за светом, а другие последуют за тьмой. Именно в силу этого разделения произойдет естественное разобщение людей, потому что одни покорятся евангельскому слову, а другие нет. А так поверхностно может показаться, что вообще разговор о том, что Христос – это главный сеятель вражды, главный зачинщик всяких там беспорядков, и вот ссоры и так далее, и тому подобное. Смотря, как читать Евангелие. Вот это крайне и крайне важно. Дорогие телезрители, время нашей программы подошло к завершению. Мы ждем ваших вопросов в нашу программу. Вопросы священнику можно задать через сайт телеканала СЕЙМ, seyminfo.ru. Мы ждем ваших вопросов. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok